Бессонные ночи, тысячи мыслей, жёсткий тайминг. Жанне Коноплёвой пришлось выкладываться по полной при написании эссе. Председатель молодёжного совета Омскстата принимает участие в кадровом конкурсе «Омская область. Продвижение». Перед Жанной шанс проверить свои силы и новые возможности. Она сделала всё необходимое, чтобы выйти в финал. Все, кто здесь присутствуют, сами для себя уже победители. Это всегда большой опыт и это останется в памяти на всю жизнь участия в таком проекте. Первый этап конкурса «Омская область. Продвижение» стартовал в сентябре прошлого года. Организатор – региональное правительство при поддержке президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Всего участия приняли более 8 тысяч амичей. Второй этап – написание эссе. В финал попали лишь 193 человека. Они прошли контрольное тестирование, оценочную конференцию и развивающие мероприятия. 16 февраля в Конгресс-холле – торжественная церемония открытия завершающего этапа. Наши организаторы, которые приехали специально с Москвы, и наши модераторы, они всё за эти дни чётко разъяснили всем участникам, и все знают, что будет, как будет, где будет. Если участник с чем-то не согласен, можно обратиться к членам наблюдательного совета. Для конкурсантов важно системное мышление, ориентация на результат, взаимодействие в команде, поиск компромиссов, умение убеждать. Именно по этим критериям выберут победителей. И немаловажная составляющая, может быть, одна из самых важных – это активный гражданин, то есть умение, не умение, а скорее нацеленность на решение проблем в регионе, на небезразличие к тому, что происходит, а готовность активно включаться и свои силы прикладывать к решению этих задач. Одержать победу могут 45 человек. Каждый получит сертификат на 1 миллион рублей на обучение по управленческой тематике, а также будет включен в кадровые резервы Омской области. У нас есть уже кадровые гипотезы, то есть мы думаем сегодня по ребятам, есть кадровые перспективы, планы, но, наверное, об этом рано говорить. Надо, чтобы прошел финал, были выявлены победители. Всех финалистов кадрового конкурса пригласили в экспертный клуб под руководством губернатора. Имена победителей назовут 18 февраля.